Полезный город Полезный город Полезный город Кировская область вступила в нацпроект в 2021 году, а на самом деле нацпроект идет уже по России с 2018 года. Основная задача национального проекта «Производительность труда» это увеличение выручки на предприятиях, участниках национального проекта на 5% минимум в год. И предприятия, которые могут туда вступить, это предприятия, относящиеся к сфере обрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и уже торговли. С сурочкой более 400 миллионов рублей в год и должен быть иностранный капитал не более 50% доли этих предприятий. Но его может и не быть. Да, конечно. В основном наши предприятия это действительно российские предприятия, которые желают увеличить производительность труда. Это крупные предприятия, которые осознают значимость этого проекта, которые осознают помощь, которую им сейчас оказывает государство именно консалтингом, именно бесплатным обучением сотрудников их предприятий. Соответственно, для этих целей был создан ЦК и в Кировской области. В нашем центре работают эксперты, которые на данный момент уже сертифицированы тренера по фабрике процессов. Они потом тоже поговорим отдельно про фабрику процессов. И в этом году мы уже готовы будем работать с предприятиями Кировской области. Поэтому сейчас мы ведем переговоры абсолютно с разными предприятиями из разных отраслей. То есть это и строительство, и лесная отрасль, и обрабатывающая также, пищевая промышленность. То есть здесь абсолютно нет каких-то приоритетов. Какие меры поддержки по нацпроекту предполагаются для участников? В целом сам нацпроект является комплексным. Состоит из двух федеральных проектов. Первый федеральный проект – это адресная поддержка предприятий, которые как раз курируем мы, ФЦК и региональные центры компетенций в отдельных субъектах Российской Федерации. Основная поддержка в рамках этого федерального проекта – это то, что мы на безвозмездной основе для предприятий выделяем специалиста по бережливому производству. Причем эти специалисты отбираются таким образом, что минимум пять лет они должны ручками на своих условно предыдущих предприятиях все это пройти. Это если говорить про первый федеральный проект. Второй федеральный проект – это системные меры поддержки. Его курирует Министерство экономического развития Российской Федерации. В рамках данного федерального проекта для предприятий-участников существует целый ряд поддерживающих мероприятий. Льготный займ, который на самом деле неплохо востребован. Займ под 1%, до 300 миллионов, до 5 лет. Понимаем, что неплохие условия. Следующая мера поддержки в рамках данного федерального проекта – это помощь предприятиям в экспортном направлении, акселератор экспортного роста, помощь с точки зрения налоговых преференций, обучение топ-менеджеров предприятий в рамках программы «Лидеры производительности» по обратной связи от предприятий-участников. Очень востребованная, интересная, эффективная. И для рабочего персонала предприятий также существует программа развития по программе «World of Skills». Давайте расшифруем. Термин «World of Skills» – это там мировые навыки, но в целом, если говорить про программу, это именно программа для рабочего персонала именно с точки зрения профессиональных навыков. Которые пригодятся именно на его рабочих местах. Стать, может быть, и более профессиональным в своей отрасли, и чуть более, может быть, универсальным с точки зрения вообще в целом навыков. Какие из этих мер в Кировской области уже запущены? Уже с прошлого года участники учатся на программах акселераторов экспортного роста и лидеры производительности. Причем они занимают достаточно высокие места по России в рейтинге. Допустим, одно из наших кировских предприятий заняло первое место по конкурсу в лидерах производительности. То есть даже еще конкурсы устраиваются, соревнования? Да, вахруши, литобувь. Соответственно, это говорит о том, что в Кировской области достаточно высокий уровень компетенции у наших сотрудников предприятий. Что касается других мер, то, естественно, у нас сейчас идет федеральный проект, это адресная поддержка. Выходят эксперты ФЦК на данный момент предприятия, которые находятся при их поддержке. И, естественно, востребована такая мера, как 1% займа. Да, здесь нас поддерживает Федеральный фонд развития промышленности. Вот про цифры заговорили, люблю цифры. Программы повышения производительности труда, вот есть такой показатель, что ожидается рост вручке не менее чем на 5% в год? Производительность. Производительность труда. А на самом деле, как происходит? Понятно, что этот показатель немножко инертный. На текущий момент мы понимаем только про 2020 год. 2021 год будет чуть попозже. Но, тем не менее, за 2020 год предприятия, участники более 50% показали именно тот рост, который заложен в паспорте нас проекта. Более 5%. При этом все остальные участники, это не то, что они в минус ушли или еще что-то, но они просто на пороге данного показателя. То есть, ну, в целом, если взять все предприятия, участники и их добавленную стоимость, то есть, да, это разницу выручки и затрат, статистика, да, цифры показывают то, что заложенные деньги в бюджете на данный нас проект, они, ну, в разы перекрываются этой суммой. Давайте тогда расскажем, как это вообще происходит. Мы уже немножко затронули специалистов, которые должны иметь как минимум 5 лет опыта, да, в производстве. Они приходят к нам на предприятие. И что дальше? Помимо базовых требований, да, мы еще предприятие должны оценить со своей стороны. Насколько вообще повышение производительности им нужно и насколько персонал и руководство предприятия заинтересованы в этой программе. Приходим на предприятие и встречаемся с генеральным директором. Бывают те, кого приходится отсеивать? Да, бывает такое. Но не всегда это предприятия, которые, так скажем, нелояльные. Есть предприятия, у которых уже развитие производственной системы вышло на такой уровень, что мы, наверное, только можем как-то скорректировать их, но не внести что-то новое, не научить. Программа делится на три этапа. Этап подготовки, где как раз предприятие подает заявку, проходит точный отбор, формируется команда, которая будет работать с нами. Этап диагностики и планирования. На этом этапе как раз мы с командой выходим на поток, смотрим, как производится наша продукция от сырья до готовой продукции. Мы раскладываем все рабочие места, вот прямо до молекул, кто работает, как работает, что делает. Когда мы все это увидели, мы должны составить, а как мы это видим, в идеальном виде. То есть составляем карту идеального потока. И исходя из наших ресурсов, уже сравним идеальную карту, карта, которая есть, да, составляем целевую карту потока. И плюс к этой целевой карте составляем план. И следующая наша задача уже перейти на этап внедрения. Главная задача здесь, чтобы у нас мероприятия не остались на бумаге. Смотрите, мы перед тем, как начать работу, ставим перед собой определенные цели. Повысить выработку на потоке минимум на 30%, сократить уровень запасов незавершенного производства. И, собственно, сократить время от сырья до получения готовой продукции, то есть время протекания процесса. По завершению проекта мы должны сравнить, а добились ли мы этих целей. К счастью, не услышала слова «сократить персонал». Наверняка есть у людей такие какие-то опасения, когда к ним приходят и говорят, сейчас мы вас научим правильно работать. И кто-то может подумать, что, наверное, нас станет меньше теперь на производстве. Если посмотреть на формулу производительности труда, в числителе у нас как раз разница между выручкой и затратами, ну так если крупными мазками. А в знаменателе численность персонала. Если подходить с математической точки зрения, то, естественно, сокращение персонала – это, можно сказать, самый простой способ повысить производительность труда. Но мы, работая с точки зрения адресной поддержки и реализации бережливого производства, фокусируем свое внимание на числитель, то есть и на повышение выручки, да, то есть расшивку узких мест и помощь предприятию производить больше и продавать больше. Ну и, естественно, работая с затратами. Естественно, если мы видим какие-то неэффективности в использовании персонала, мы эту информацию, ну, предоставляем собственникам, генеральным директорам. Как показывает практика, если предприятие реализует свои внутренние резервы, начинает продавать больше, там, расшивать свои узкие места. Очень много примеров, когда предприятия еще и начинают набирать персонал. Закономерности, что вот прошел проект, сократили людей, ее точно нет. Получается, что даже создается путь и открывается дверь к дальнейшему росту и масштабированию. Да, именно так. Андрей, я хотела вас еще попросить рассказать вот какой-нибудь пример, когда вы пришли на предприятие и увидели, да что ж вы такое делаете, надо не так. Один из последних не в Кировской области, не касался нашего потока, просто было действительно жалко людей. Три человека сверлили отверстия в деталях и потом еще два человека, две девушки напильниками зачищали заусенки на этих отверстиях. Все девушки, у них руки все черные, то есть это металл. Было жалко их, потому что они, ну, мучились. Поговорил с технологом, я говорю, слушайте, а почему так происходит? И они объяснили, что данная деталь обваривается сначала. Если делать заранее отверстие на автоматическом оборудовании, то отверстие уходит. Как раз с ним подумали, слушай, а давай все-таки передадим на лазерный станок отверстие, чтобы люди не мучились. А сварщику сделаем кондуктор со шпильками. Сначала они не поняли, кондуктор прямоугольный, то есть как же он будет обваривать в углах заготовку. Мы все-таки приняли решение, что кондуктор должен быть восьмиугольный и не стало вот этих вот операций. Такие моменты очень важны на первом этапе, когда мы приходим в проект, и чтобы повысить повлеченность, чтобы люди действительно нам поверили. Вот какие-то такие улучшения делать на самом первом этапе, чтобы дальше уже проект двигался более успешно, и люди были заинтересованы, потому что они поняли, да, к нам пришли, нам помогли. Вообще в сфере производительности труда и бережливого производства, я так понимаю, самое главное – это то, что в голове у руководителя. Много ли руководителей понимают, что вот эти вот заусенцы на деталях – это в итоге потери в прибыльности? Абсолютно не многие, на самом деле. У них основная парадигма, мы всегда так работали, ну это всегда так было. Тем не менее, когда вот такими фактами начинаешь их приводить людям, руководителям, как будто шестерёнки у людей начинают там в голове крутиться, скрип такой начинается, и ты видишь, что какое-то преобразование там, ну культурное происходит. Если сравнить Японию, да, вот взяли там нашу научную организацию труда с СССР. А теперь они законодатели, по-моему, в сфере делительности, да? Теперь они её так немножко систематизировали, ещё развили там в упаковочку хорошую, упаковали. Их отличие от нас основное. Мы, русские люди, да, воспринимаем работу с проблемами, да, с потерями, как будто там мерзкое такое, да, и мы там избегаем, там закрываем глаза, они это воспринимают, как поиск грибов, да, вот целенаправленно их ищут, уничтожают, там минимизируют. Это признавать проблемы, люди боятся. Боятся сказать, что, ой, у меня, да, действительно есть простое, есть проблемы по качеству, потому что иногда такое есть у некоторых руководителей выражение, что у нас брака ноли даже меньше, вот. И вот нам приходится им доказывать. Но ещё и когда мы первый раз встречаемся с некоторыми руководителями, да, то есть, ну, специфические отрасли, у меня, например, был опыт, и, кстати, горжусь этим проектом на заводе биохимии, когда мы пришли к Дмитрию Николаевичу Земскову, и он нас первое, что спросил, слушайте, господа, вы фармацевты? У меня фармацевтическое предприятие. Зачем вы ко мне пришли? То есть, и мы ему рассказывали, что, слушайте, Дмитрий Николаевич, мы говорим про другое. То есть, и он понял. И создали там действительно сильную команду, и был колоссальный проект. Производство с четырёх этажей мы сделали в один этаж. То, что говорит Андрей, бывает, ну, не знаю, в 99% проектов, вот мы приходим, условно, там, к фармацевтам, да, они говорят, Андрей Николаевич, а ты разве разбираешься в фармацевтике, чем ты можешь нам помочь, да? Ответ следующий. А вам нужен 101-й фармацевт сейчас, да, к 100 имеющимся, да, или вам нужен один бережливец? Эксперты, которые разбираются хорошо в технологии, это эксперты предприятия. Да, мы их используем в проектах, но от нас, ну, от нас другие навыки немножко требуются. Да, вот хотелось и про экспертов РЦК и ФЦК поговорить. Производства все разные. Плюс мы уже услышали, что приходится работать с людьми, с людьми разными на производстве и с руководителем. Иметь, да, убеждение, грубо, там, если выразиться, промывки мозгов, просто перенастроить вообще взгляд человека. Команда большая ли? В Кирове, допустим, да, этим занимается? В данный момент команда РЦК – это пять руководителей проектов, которые будут реализовывать проекты на бережливого производства на предприятиях Кировской области. И наша задача именно передать опыт и навыки организационной перестройки производственного процесса. То есть мы заходим с методологии инструментов бережливого производства. Мы не собираемся промывать им какого-то мозга, тем более руководителем, потому что руководитель предприятия – это тот человек, который в первую очередь знает, как нужно сделать… Можно заразить зерно сомнений. Да, наша задача, конечно, да, заразить именно это зерно сомнений, а не настолько, насколько мы ещё можем быть ему полезны. Потому что тоже был опыт, когда мне сказали про одно предприятие, что они же крутые, но они к вам пришли, они же и сами умеют всё. На что я считаю, я сказала, что как раз крутой руководитель, который разбирается в процессах, который хочет совершенствоваться, у которого уже достаточно высокий уровень, он никогда не остановится в развитии. Он наш потенциальный клиент, именно крутой, который знает и хочет быть инноватором в своих отраслях, который хочет расширять свои зоны влияния на рынке, потому что в первую очередь инструменты бережливого производства позволяют нам расширить зону влияния. Один из первых вопросов – это мы придём, мы увеличим ваши производственные мощности, рынок сбыта, он есть. И вот предприятие, оно анализирует свой рынок сбыта и говорит, да, мы усилим свою конкурентную позицию, и тогда у нас будет намного шире рынок сбыта. И вот за счёт этого как раз создаётся эта добавленная стоимость, и за счёт этого все ресурсы трудовые, которые высвобождаются в процессе увеличения производительности труда, они перераспределяются как раз на другие направления предприятия. То есть предприятие, оно имеет возможность даже открывать новое направление, потому что на рынке труда достаточно сложная ситуация и с квалифицированными кадрами, а здесь есть свои люди, которые высвобождаются и могут перейти и делать больше продукции, другой даже продукции. Об этом мы говорим с руководителями, и это потом мы показываем на практике. А есть уже какие-то итоги вот за первые месяцы работы РЦК в Кирове? РЦК заходит только в этом году. То есть сейчас на данный момент с июля у нас работает Федеральный центр компетенций, и под его адресной поддержкой у нас уже пять предприятий ведётся. Андрей Николаевич расскажет, наверное. Первый предприятий – это у нас фудзавод, который действительно показал хорошие результаты за три месяца, пока полгода мы ещё не подвели итоги, увеличение выработки более чем на 30% и хорошее снижение по времени протекания процессов. Мы уже с командой реализовали ряд мероприятий на этапе диагностики, ну и сейчас дальнейшие мероприятия проводим для того, чтобы ещё улучшить эти результаты, показать действительно хороший классный проект. Команда РЦК сейчас совместно с ФЦК, она участвует в этих проектах и ведётся работа. Да, сейчас у нас эксперты регионального центра компетенций находятся на стажировке. Рядом с нами они принимают наш опыт, смотрят, также участвуют. Они такие же члены команды. Самое главное, что у нас вот этот первый завод действительно очень удачный. Мы видим заинтересованность руководителей, собственников. По первым результатам проекта, вот этого холдинга, зашли ещё два предприятия – это мясокомбинат и агрофирма «Доронича». Это как раз очень показательно, что они видят эффект и они присоединяют другие предприятия уже. А заинтересованность сотрудников наблюдаете ли вы? Конечно, видим заинтересованность сотрудников. И когда у нас появилась доска решения проблем на предприятии, сотрудники раз за разом записывают туда свои проблемы. И руководители предприятия их решают, и люди это видят. Лояльность увеличивается. Да, тут мало того, что у них появилась возможность высказаться по регламенту работы данного инструмента, доски решения проблем, без обратной связи ни одну проблему не должны оставить. То есть, в любом случае, руководители обязаны отреагировать и автору сообщить о решении, что вообще предполагается с этой проблемой делать. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорим с представителями регионального центра компетенции в сфере производительности труда и федерального центра про производительность труда. В Кирове уже запущена фабрика процессов, часть внедрения на предприятии инструментов бережливого производства. Расскажите, что это? Да, на базе регионального центра компетенции в центре города создана целая учебно-производственная площадка, на которой мы проходим производственный процесс изготовления настоящей детали. И в течение трёх раундов учебная группа, рабочая группа, учится применять инструменты бережливого производства прямо здесь, своими руками. Даже если к вам приходят те, кто не детали выпускают, всё равно, потому что логика одна и та же. Да, наша задача в течение одного дня показать как раз рабочей группе, как у нас преобразуется производство, когда мы начинаем с одного, например, мероприятия и проходим уже весь этот цикл, и на итоге мы видим эффект. Сотрудники видят, как они работают, потом они придумывают сами идеи, улучшения, находят потери, разрабатывают план мероприятий, переходят в следующий раунд, они видят, что здесь же снова уже растёт производительность. То есть, если, например, в первом раунде они сделали только 7 деталей, то во втором раунде они уже делают 9 деталей за это же самое время, дальше думают, дальше накидывают идеи, используют инструменты бережливого производства. И уже в третьем раунде, когда они все эти мероприятия реализуют, они выходят на высокую производительность. То есть, в течение одного дня рабочая группа, она понимает, как она может использовать инструменты ради увеличения производительности труда, и как показывает опыт, уже в процессе этого тренинга люди прикидывают, как они на своём рабочем месте могут улучшить. И они уже приходят в понедельник, допустим, и знают, ага, здесь я точно найду у себя потерю, и я смогу её устранить. Хотя они работали, допустим, годами здесь и не видели, что это можно оптимизировать. Очень большой плюс как раз системы бережливого производства, что мы идём от людей, от работников. Не руководитель приходит и говорит ему, делай так, так будет лучше, а наша задача именно вывести самого сотрудника, самого работника на то, чтобы он сам придумал этот инструмент. Естественно, у него есть желание уже его внедрять, естественно, он считает его верным. А фабрика процессов – это какой-то цех? Как это выглядит? Да, это похоже на цех. Есть столы, рабочие места, полностью настоящий инструмент. Это не какие-то эмитационные детали, это настоящая деталь, которая производится в городе Энгельсе, которая используется на настоящем газовом оборудовании. И получается, что сотрудник, он понимает, что это на самом-то деле не игра, что это реальный производственный процесс, который он совершенствует прямо здесь. А то есть там какие-то несовершенства изначально заложены специально, чтобы мы их нашли? Можно и так сказать. Можно и так сказать, да. На самом деле туда заложен обычный стандартный процесс, который существует на 100 предприятиях, там, тысячах предприятий России. То есть это такая обычная ситуация. И люди уже, пройдя некоторую теоретическую подготовку в рамках этого же обучения этой фабрики процессов, задумываются, как это можно сделать по-другому. Основной плюс, наверное, этой фабрики всё-таки цена ошибки там нулевая. Что-то придумали, попробовали, там, получилось, не получилось, ну и ладно, да? А не заложены ли и изначально тогда удачные решения? Каждые группы, которые проходят обучение, доходят до разных идей. Выработали в следующем раунде, их применили, сделали там не 7, а 9 деталей там или ещё сколько-то, да? Первый эффект. Ещё некоторые обучения теоретические прошли. Такой азарт должен начинаться. Ещё додумали прям. А когда уже начинают сравнивать результаты первого раунда и третьего раунда, ну и понимают, что вот это какая-то революция производственная произошла. Даже группы между собой соревнуются, потому что они же потом оценивают результаты тренинга. То есть у нас есть такой информационный стенд, где мы не просто крутим детали, мы ещё и отражаем всю выручку, мы отражаем затраты, которые пошли у нас временные, стоимостные. И в итоге группа выходит даже на прибыль, которую ей удалось нарастить в результате вот этих мероприятий. И группы соревнуются по прибыли, там я заработала 78 тысяч, другие 158, то есть в результате этих улучшений. Два резюме у меня сейчас. Во-первых, производство, это само слово может быть только скучное. На самом деле там есть и интересные вещи, и фантазия, и азарт. Соревновательный принцип, да. Да, и ещё один эффект, наверное, руководитель может посмотреть на своих сотрудников по-новому и понять, что они молодцы, им интересно, и они так-то любят свою работу. Есть за что им деньги платить. Я скажу больше, в рамках этого процесса выбирается руководитель, и руководитель может стать обычный сотрудник, поруководить своими руководителями в рамках вот этой рабочей группы, и уже его руководитель может оценить как раз, насколько этот человек обладает там лидерскими качествами, если у него потенциал определённый. Что по 2022 году? Сколько предприятий смогут у нас в этом принять участие? Всё, мы открыли уже набор заявок, и как минимум 8 предприятий крупных Кировской области смогут принять участие в нацпроекте под поддержкой регионального центра компетенции. В данный момент мы уже ведём с рядом предприятий переговоры по поводу участия, потому что они осознают вот эту пользу, действительно, которую мы можем принести на их производство и увеличить производительность труда. Поэтому мы приглашаем кировские предприятия подавать заявки на сайте производительности РЭФ. Дальше уже Федеральный центр компетенции оценивает по критериям и назначает первые диагностические процедуры. Это называется отбор, где мы будем встречаться с генеральным директором, где мы будем проходить по производству, чтобы оценить потенциал увеличения производительности, опять же, по чек-листу, который прописан уже методологически Федеральным центром компетенции. Хотелось бы ещё раз обратить внимание, что методология, она уже есть, она отработана, она достаточно качественная, она полноценная для того, чтобы провести предприятие по проекту. Консалтинг на очень высоком уровне, который предоставляет государство бесплатно для предприятий. Это огромный шанс для предприятия, кто хочет развиваться, кто понимает ценность бережливого производства, внедрить его у себя. Три года мы будем его сопровождать. Первые шесть месяцев очень плотной работы, а далее, когда уже создадутся рабочие группы на самом предприятии, где уже появятся эксперты, тренера. Да, даже тренера появляются, да, проектный офис. Мы готовим настоящих тренеров по бережливому производству, тоже бесплатно. Представляете, сколько стоит обучение сотрудников на рынке, да, сейчас. А мы обучаем бесплатно тренеров, которые потом смогут обучать своих других сотрудников подразделений, тиражировать этот опыт. Мы всегда на подмоге, они могут нам в любой момент позвонить, проконсультироваться. Что ж, РЦК, ФЦК – аббревиатуры, которые должны стать популярными для тех, кто собирается и хочет развиваться, расти и узнать о себе, на что он способен, потому что он точно способен на большее. У нас в гостях сегодня были руководители регионального центра компетенции в сфере производительности труда Ирина Савельева, начальник управления федерального центра компетенции в сфере производительности труда Владимир Гусаров и старший руководитель проекта ФЦК Андрей Хайдуров. Благодарю вас. Полезный город Льготные займы предоставляет Фонд развития промышленности в рамках программы повышения производительности труда. Сумма займа от 50 до 300 миллионов рублей сроком до 5 лет.